...побеждаем, скажем так, идем в контратаку против Рашиста. И вот здесь именно говорит, здесь вот двойка, и вот там тоже попадало, она и говорит, что здесь еще нужно поддержать таланс. Ну, конец пути показывает, да, то есть уже приближается, то есть мы уже на пороге именно каких-то изменений, которые принесут победу для нашей страны. Смерть, это карта смерти, она уже беременна новым ребенком, а тут первые первенецы просятся обратно на все, нет, конец, нет пути. То есть здесь будут какие-то именно трансформационные моменты для Украины. Ну и кубки, то есть кубки, мы говорили, весна, да, вот я и на царе обладывала, какие масти говорят о том, о периоде времени. И здесь попадает, то есть это будет для нас, вот знаете, вот такая вот эмоциональная победа, такая вот эфирия. Честно говоря, я даже своим друзьям, которые живут здесь, в Германии, я сказала, ну, еще, ну, украинке, «Девчонки, когда мы победили, мы поедем к ним, будем радоваться этой победе». То есть мы уже, как сказать, уже запланировали победу праздновать в Киеве. Поэтому здесь вот что-то будет связано именно с весной. Как-то кубков – это весна, время года весны. Ну и май – это вот, наверное, все-таки май – такой вот месяц, да, который вот именно будет знаменательный, будет именно тогда какая-то в мае, и будет именно явлена победой, полной победой над Россией. И вот видите, она тоже держит кубок, да, то есть что-то вот именно эмоциональное, да, вот радость какая-то. И это будет для нас просто и прое удовольствие. Ну и вот, да, движение, то есть смотрите, шестерка вот мячей говорит о том, что уходят от чего-то, то есть здесь враг будет уходить, да, будет как, знаете, как убежать просто-напросто. И вот эта жадность, да, четверка в Пентаке, если нефть уже стоит и дышит ему в голову, а он все боится с теми Пентакиями расстаться. То есть все-таки вот, ну, по весны здесь враг, они, например, знаете, как боятся потерять этих территорий. Вот здесь они будут, опять, какой-то манипуляциями, угрозами и так далее, менять эту ситуацию. Поэтому здесь вот как-то говорят, что они не хотят отдавать эти территории обратно. То есть они же говорят, Харьков – это Россия, Луганск – это Россия, Донецк – это Россия, Одесса – это Россия и так далее. То есть наши, в принципе, территории, с какого веком, который мы и Украине, для них это уже Россия, понимаете? И они говорят, что это все уже наше, это наше, русское. Ну и вот что-то, я так понимаю, вот до конца этого периода, именно до весны, до права объявления о победе Украины над Россией, они вот здесь, ну, скажем так, с жадностью отдавать эти территории обратно. То есть они не хотят. А смерть уже пришла. Понимаете, если вы видите, здесь накапливаются часы. А это и есть, время пришло отдавать все обратно. Без собой, но уже это все не заберет, оно же там не нужно. А это вот именно, как ты говоришь, да, вот смерть пришла за такое, а они никак не могут с этими территориями расстаться. Ну и тут, мне еще кажется, будет возмездие от того, что именно те коллаборанты, которые в это время работают, будут убегать вместе с Российской армией, скажем так. А многие даже, знаете, не будут убрать. То есть многие даже здесь и станут, потому что они будут убежать, потому что те, кто в это время будут убегать, знаете, даже тем, остальные коллаборанты, когда все так будет тихо убегать, что даже те не узнают об этом. Вот такой был расклад, то есть с ноября, да, вот как-то я в этом говорила, начнется какие-то изменения. Сперед батарея, в январь, в январь, с конца января по 18-го, а-ля, именно какая-то вот важная будет или подписание какого-то добора или еще что-то для Украины. И уже в мае у нас какого-то явного победа. То есть будет вот этот склад, мы будем вас об этом посмотрим, которые успешны. Савель, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Я... Видите, давно мы не общались, уже столько изменилось за это время, и я бы хотел, конечно же, поговорить о войне. Что, на мой взгляд, происходит сегодня на фронтах, и что будет дальше? Ну, я, наверное, ничего больше, чем те люди, которые уже...